Ну что, друзья мои, в Манго на селе мы с вами ещё не были. Здесь написано, что до 70% распродажи. И давайте пойдём посмотрим, что там есть. Я не знаю, если я буду снимать в самом магазине. Здесь безумно громыхает музыка. Но в примерочную мы с вами сходим. И я надеюсь, что я найду что-то, что мне понравится, что мне захочется примерить. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с примерочной Манго. Я попытаюсь перекричать музыку. Если нет, то буду накладывать озвучку. Наверное, как всегда будет это видео 150 раз переозвучено. Потому что здесь такая музыка, конечно, это пипец. Манго это что-то. Вы знаете, в прошлый раз я жаловалась вам, снова жалуюсь. Я набрала очень много вещей, несмотря на то, что размеров вообще нет. Ни моего размера, ни то, что мне понравилось, моего размера не было ничего. Но я взяла то, что мне не понравилось. Но это был мой такой второй выбор, скажем так. Не первый choice мой. Но, тем не менее, мы сегодня с вами надолго здесь. Так, быстро показываю себя. Я очень старомодно и скучно оделась в голубой платье и во все розовенькое, начиная от босоножек, пояс и бусы. Я знаю, что это считается колхоз, что это считается зашквар, что в наше время нужно все делать разного цвета. Ничего не должно быть мэдж. Но мне так проще. Я, если одеваю розовый пояс и розовые бусы, то, естественно, еще розовые босоножки. Но, как бы, сейчас считается, что не должно ничего друг к другу подходить. А все должно не подходить. Но мне по-прежнему это нравится. Платье, кстати, из кос, которое я купила в нашем Ти-Джи Максе за просто какие-то копейки. Долларов за 40 или что-то такое. Все, давайте примерять. Первая вещь. Это вот такой вот симпатичный джинсовый сарафанчик. Он, знаете, такой мягкой летней джинсы. Это даже не совсем джинса. Это такой трикотаж под джинсу, на самом деле. Я посмотрю потом его состав. Это размер LARCH. Он мне везде хорошо. Единственное, что в нем очень длинные вот эти вот бретельки. Значит, он довольно длинный. Видите, насколько он длинный? И три яруса такой парашют. Сзади у него резинка сделана на спинке. И очень длинные мне бретельки. И спина очень открытая. Я не хочу вам показывать, светит своими биткальтерами. Но если вы увидите, то вы поймете, вот видите, где спина. То есть его как-то нужно носить без лифчика или что. Но для меня это не вариант уже, к сожалению. Но, в принципе, сарафанчик симпатичный. Так, он знаете, сколько стоит? Я сейчас покажу вам. На нем, к сожалению, не стоит... Блин. Значит, размер LARCH. 99 долларов канадских он стоил. Но я думаю, что сейчас он стоит около 40-50 долларов. Что-то такое. Это стопроцентный леоцелл. И видите, вот как сзади он сделан. Вот такая вот резинка сзади на спине. Можно, в принципе, эти шлейки ушить. Вот так вот, если их поднять, укоротить, то он поднимется. Вот эта резинка поднимется. И не будет такая открытая спина. И вполне можно будет носить с ним бюстгальтер. Вот такое вот он качество. Как будто бы джинс. Но это леоцелл. Ну, приятное качество. Как будто бы трикотажное. Симпатичный сарафанчик. Единственное, что это, кстати, сделано в Индии. Я думаю, что он очень будет красить. Вот эти вот, под джинсу трикотаж. Я знаю, у меня есть опыт, что он страшно красит. Он покрасит вам белье. Он покрасит вашу спину, вашу грудь, вашу сумку. И все, что на вас будет вокруг него надето. Так что... Сарафан красивый, но мне очень большой. Потому что это размер экстра-лардж. Лардж не было. Мидиум мне был бы маленький. Вот представьте, что я его вот так вот утянула. И во всех вот сверху донизу вот так вот утянула. Мне очень понравилась внизу вот эта вот отделка. Правда, очень красиво. И, в принципе, цвет красивый сарафан. Я думаю, что это хлопок. Он из дорогих. И мне кажется, что он еще на сейле. У него довольно дорогая цена на сейле. Поэтому, как бы, ни о чем. Но, в принципе, размер большой. Но сам сарафан красивый. Очень красивый. Такой необычный. И очень курортный. Вот прямо в нем очень хочется погулять по пляжам Мексики. Так, стопроцентный хлопок. Размер, как я уже сказала, экстра-лардж. И цена этого платья сейчас 100 долларов. Стоило оно 180. То есть, в принципе, уценка большая. Но все равно цена еще довольно такая высокая. Не маленькая. И вот, посмотрите, еще раз хочу вам показать эту отделку. Внизу, по низу платья. Это не кружево. А вот какая-то такая вот аппликация. Мережка. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, довольно красиво. Следующее платье. Это платье с запахом. Я должна сказать, что такие платья – это мой самый любимый фасон. На мой взгляд, они мне больше всего идут. Это размер large. Единственное, что видите, вот я показываю сверху. Оно как-то немножко свободно. А внизу, вот в юбке, в самый-самый раз, то, что надо, мой размерчик. У него, знаете, оно идет такое на завязках. И что удобно, что вот здесь на груди сделана кнопка. Что вот это все не распахивается, не расползается. Такой вот рукав. Очень хорошее платье, очень хороший вариант. Опять же, на все случаи в жизни и в первый мир. Мне нравится. Конечно, скорее всего, синтетика. Но я посмотрю, сколько оно стоит. И я посмотрю, что в нем за состав. А так, в принципе, симпатичная расцветка. И очень такое приятное платье. Приятно. Я еще принесла такую накидку и примерила его с этим платьем. Потому что мне кажется, что это единственное, что наиболее подходит. Из всего того, что у меня совсем все не в тему. У меня такой здесь хлопок, лен сплошной. А вот это платье, знаете, такое шелковистое, как будто бы шелковое. И такая вот шелковистая накидка. Оно не очень подходит по цвету. Ну, где-то перекликается. Коричневая с оранжевым. В общем, неплохо. Вот такая вот штука с бахромой. Честно говоря, я искала такие брюки. У них есть такие брюки. Вот точно такой же ткани. И они есть в магазине, но не было моего размера. Я бы очень хотела примерить ее вот с такими же брюками. Я принесла только топик черный с собой. И, в общем, было бы прикольно, мне кажется. Мне она нравится эта накидка. Это, кстати, размер медиум. Она довольно такая объемная. Ларча не взяла и правильно сделала. Потому что, видите, она такая большая. Немножко такой халат. Но мне нравится. Хрома – это такой сейчас тренд. Прям супер тренд. И это такая вещь, знаете. Ее можно и дома, и на улицу, и в гости, и в ресторан. И с джинсами, с какими-то шортами надеть, мне кажется, можно просто. У меня нету джинсов. У меня есть джинсовая юбка, но, мне кажется, с юбкой не очень. А вот с джинсами, с джинсами, с бутникой. Так, это стопроцентная вискоза, и размер был медиум. Стоило 180, сейчас 100 долларов. Дороговато, конечно. Для такой вещи, знаете, которая не будет часто носиться, но иногда можно надеть. Но, в принципе, 100 долларов немножко много. Платье 100% полиэстер. Ларч был размер. Стоило 100 долларов. Сейчас 60. Тоже, знаете, у меня таких платьев очень много. Тем более полиэстер. Тем более в Заре сейчас такое платье можно купить за соло. Зачем покупать за 60 в Манго? Я не знаю. Вот поэтому я к Манго отношусь так, что здесь, в принципе, вещи дороже. Вот даже на распродаже. Вот если сейчас в Заре уже вот такие платья по 30, по 40 долларов, здесь оно стоит 60. Ну и нафига? В два раза покупать дороже, чем в Заре. Точно такое же синтетическое, вот с запахом. Все прям... А качество у них одинаковое, вы знаете. Так, очень прикольный комбез. По-моему, мне очень подходит. Ну, в общем, хорошо так сел. Он такой, как будто бы по джинсу. Кстати, вот босоножки мои прям очень. Такой розовенький поросячий цвет. У них были такие... Есть, вернее, такие джинсовые. Но джинсовый там внизу не был моего размера. Это тоже джинса, но это не совсем такая джинса. Это такая тонкая розовая джинса. У них прям был такой, знаете, прям настоящая джинса. В общем, классный комбез. Конечно, длина мне хорошо. Все мне хорошо. Сколько он стоит? 60 баксов. Ну, не знаю. Кстати, этот комбинезон вот такого плана. Он очень легко снимается и надевается. Вроне удобства комбинезонов мы все знаем. У него спереди застежка. То есть здесь вот молния, как будто в брюках. Да? И поясни. То есть, в принципе, достаточно его просто расстегнуть и снять верхнюю часть. И как бы это легко. Застегиваться, расстегиваться. Ну, для комбинезона, насколько комбинезон может быть удобный. Он, скажем так, для комбинезона он удобный. Красивый комбинезон. Очень хорошо он в ней сидит. Прям подходит. Знаете, в комбинезоне очень трудно так, чтобы вот вся длина и верх, и низ подходила. Нигде ничего не врезалось, не вставлялось. Прямо даже мне он очень нравится. Даже как бы, даже как-то утипнули, правда. Или здесь зеркало какие-то, девочки. Я все время, все время подвергаю сомнению. Если на мне что-то хорошо сидит, я всегда думаю, что это просто зеркало моё. Зеркало кривое в магазине. Сзади тоже сел классно. Прямо реально классно. Я всегда стараюсь убрать волосы, чтобы вы видели, как это сидит. Потому что волосами половина закрывается. А так, в принципе, видите. И так он сидит. Мне кажется, что хорошо. Даже такой розовый цвет как бы и не полнит меня совсем. Так, 100% хлопок. Видите, он такой тоненький цвета пыльной розы. Тонкий, летний, в общем, как визон, не жаркий. Ну, летний относительно. Скажем, весна-осень. Ларш размер. 60 долларов он стоит. Стоил 119. Я думаю, что это уже на распродаже 120. Видимо, он стоил ещё дороже. А может, и нет, не знаю. Ну, в общем, короче. Симпатичная вещь. Нравится мне, но не знаю, не знаю. Замечательный комплект. Супер трендовая в наше лето. Вот эта вот длинная джинсовая юбка. И супер трендовый жилет. Тоже джинсовый. У меня есть ещё и не джинсовый. Может, я сейчас померю его. Ну, не важно. Короче, если бы они были больше похожи цвета, должно быть прямо, мне кажется, цвет в цвет. Потому что или разного совсем цвета. Я не знаю. Но мне как-то кажется, немножко оно спорит. Даже не по цвету. А вот здесь такой вытертый джинс. А здесь такая джинса не... Такая вытертая, но не так. Этот такой в серо отдаёт. А этот прям голубой-голубой. Значит, мне очень нравится всё. Единственное, что юбка мне маловато. Это medium, large не было. И она мне... Здесь я повернусь. У меня брюшко... Брюшко торчит как-то. Поджимает она. А жилет large, по-моему, и он мне очень нравится. Потому что сейчас очень модно носить жилеты. Вот в качестве тока. Это прям супер тренд тоже. Мне очень нравится этот комплект. Но, не знаю, юбка маловато. А жилет ничего. Посмотрим, сколько это стоит. Всё к чему. Посмотрим. Так, жилет... Ну, естественно, джинса, хлопок. Причём 20% recycle, cotton. И 80% обычных хлопок. Вот он стоит 50 долларов. Размер large. Нравится мне, но не знаю. Опять же, улицы такие простоваты немножко. Ну, в принципе, в этом может быть и прелесть. И сзади он вот такой вот абсолютно. Никаких в нем ничего нет. Просто вот такая вот джинса. Ну, хороший цвет джинсы. Довольно такой, знаете... Не слишком вытертый. Не слишком какой-то разноцветный. Такой хороший синий джинс. Ну, это тоже, конечно же, хлопок. Это джинса, ведь размер medium. Стоило 100 сейчас 60. Я хочу вам сказать, что для medium она большая довольно юбка. Что мне medium вообще обычно мало. Интересно сделан. Какие-то у него карманы, типа... Как будто бы... Ну, в общем, я думаю, что почему она мне... Я ее так довольно высоко подняла. Она, видимо, должна... Видите, как сзади. Как джинсы. Кокетка, карманы квадратные. Она, видимо, должна быть больше на бедрах. Поэтому она такая немножко побольше размером, чем она должна быть. А у меня она не на бедрах. У меня она прям... Так. Я ее хорошо на талию подняла. Еще она мне при этом все равно как бы маловато. Так что я думаю, что она должна как-то ниже сидеть на бедрах. Но для меня это, конечно, не вариант. Тем более, что ну, ларш нет размера. Ну, так. Немой фасончик, так скажем. Узенькие брючки такие вот. Вроде бы зебра, не зебра. Но интересная расцветка у них. Я еще принесла вот этот черный ток. Просто обычный шелковый. Шелковистый такой ток на шлеечках. Такой типа комбинашечный. Мне он нравится тем, что он длинный. Видите, даже в этих брюках он как бы мне прикрывает... Все с романтой. Вот с романтой я имею в виду то, что... Как бы не слишком комплементарные вещи на моей фигуре. Ну, короче, мне не очень нравится. Это как-то не мой фасончик. Мне больше идут брюки лешные. Калатцы такие, расцветные. А не в обтяжку. Потому что у меня вот... Здесь такие вот эти вот, как называется, уши спани... Нет, уши спаниэля, это другое. Все время забываю. Я уже в каком-то видео обозвала это ушами спаниэля. Все очень смеялись надо мной. И написали мне, как называются вот эти вот уши в маляшках. Только я забыла, как они называются. Короче, они у меня есть. И мне вот такие вот узкие брючки нехорошо. Но можно прикрыться вот этим калатом. Он тоже в цвет не очень подходит. Хотя, в принципе, здесь черно-белый. Это такой коричнево-рыжий. Можно так носить. Ну, если подержать вот, допустим, черную сумку, черную обувь. Или, наоборот, вот по цвету его. В принципе, ничего. Просто у меня еще розовые высоножки. Это вообще такой полный диссонанс. Девочки, кто спрашивает меня, почему я не беру обувь в примерку, чтобы подходила к тому, что я примеряю. Я еще раз повторю, у меня 35-й размер ноги. И моего размера в магазинах никогда не бывает. Максимум. Очень редко верно. Я иногда могу купить в магазине что-то. В масс-маркете. Потому что у них, в принципе, есть размер. И в Zari, и в H&M, и в Mango. У них есть 35-й размер. Но в магазине, как правило, его нет. Я покупаю их обычно онлайн. И там еще бывает, раскакивают. А в магазине, как правило, даже не завозят. Потому что он настолько непопулярный. Никого не за такими ногами. Ну, в общем, вот такая вот история с бахромой. Как мне нравится эта бахрома. Я вообще так люблю бахромов. Просто вообще. Так, топик. Топик 100% полиэстер. Но он очень хорошо как-то вот так сидит. Размер ларч. И стоит он 29. Может быть, даже 20. Потому что он висел над таким плакатом, где было написано, что все по 20. Ну, а не знаете, иногда вешаю, будешь бы как. И вот он надо будет сделан. Просто обычная вот такая вот на бретельках вещица. И сзади у нее еще вот такой вот вырез и небольшая такая перетонка. Очень, очень изящненько так это выглядит. И вообще он так хорошо сидит. У него хорошая длина, хорошая ширина. Вот если нужен такой черный топик, то это прямо вот хорошая вещь. Так, брючки 42 размер. Я даже не знаю, какой-то 42 европейский. Или не знаю. А, вот американский 10. Ну, правильно, это мой размер. Значит, они не стоили 50, а сейчас 40. Я думаю, что 50 это уже была уценка. Потому что в Манго вообще ничего не стоит 50 долларов. Сейчас они стоят 40. Ну, неплохая цена, но это не мой фасончик. Я вам сейчас расскажу историю серии ужаса, примерок. Один раз я, помню, засунула руку в карман и нашла там ногти отклеенные. Ну, знаете, вот эти, искусственные. А здесь у меня заклинило замок, девочки. Я, вот сейчас он ходит. А я стояла и пыталась из него вылезти из этих штанов. Пыталась его расстегнуть. Минут пять дергала, дергала. Думала, все, я уже в них застряну. Надо звать продавцов, чтобы их разрезали. Нам не тишу, я не знаю. Но, в общем, в конце концов они расстегнулись. Так что я как-то выбралась из них. Но вообще, конечно, ситуация была. Ну вот, совсем другое дело. Ой, нет карманов у них. А это такие, знаете, брюки. У них замок сбоку и спереди. Вот у меня есть еще один. У них замок спереди и есть в швах кармана. А эти брюки, у них, значит, вот здесь вот нет замка, а замок сбоку. И поэтому нет кармана. У них такая простроченная стрелка. Вот это мой фасончик. У меня они намного больше подходят. Единственное, что они мне длинные. Ой. Единственное, что они мне длинные. Я, видите, на них наступаю. Ну вот такой костюмчик с жилетом. Это, по-моему, все лен. И жилет, и брючки. Вот их мне немножко подкоротить. И будет просто классно. Вот супер. Мне очень нравится это. Такой вот вариант. У них есть такие жакеты. Но тоже нет моего размера. И, в общем, брюки, кстати, классные. Мне нравятся. Они вот именно, видите, у них стрелка застроченная. Неплохие. Посмотрим сейчас цену. Посмотрим, какой это был размер. В общем, вот такой вот костюмчик симпатичный. Брюки 100% лен. Размер large. Я примеряла. Стоили 100 долларов сейчас 70. Видите, вот такая застроченная стрелка. Единственная у меня к ним претензия, что они чуть-чуть светятся. Прям чуть-чуть. Но если с бежевым бельем, то будет нормально. Потому что на мне сейчас темное. И поэтому оно немножко просвечивалось. Даже бы не особенно видели, правда? А с бежевым будет все нормально. Вот такие симпатичные лняные брючки. Еще одни лняные тоже брюки. Другого фасона. Видите, у них спереди замок. И здесь есть карман. Тоже подходит по цвету к этому жилету. Другого силуэта. Прямого силуэта. Я, знаете, с чем хочу еще померить? С черным топом. Мне просто интересно. С этим жилетом неплохо по цвету. И плохо по текстуре. Это лен и это лен. Но мне кажется, как-то вот эти вот широкие брюки, с ним были хорошо. А вот такие вот узенькие брючки. Ну, они не узенькие, но прямые такие. Они как-то не совсем ток. Правда же? Так, у него прям реально хороший состав. Потому что жилет лняной, а подкладка, вот видите, в нем сделана из хлопка. И это размер лахче, он стоит 1,50 долларов. Ну, не страшно. Ну, вот, в принципе, хороший состав. Лен, хлопок. Ну, в общем, цвет красивый. То, что надо. Вот я не знаю. Мне кажется, что с таким топом такие брюки лучше, чем жилеты. Просто топ такой, знаете, типа шелковистый, а брюки лняные. Это как-то не совсем вместе, мне кажется, хорошо. По текстуре. Разные ткани текстуры. Но, в принципе, по силуэту, мне кажется, что так лучше немножко. Ну, в общем, вот такой вот кусочек. Сейчас посмотрю, почем брюки, что чего, какой размер. Они чуть-чуть маловато. Самая новость. Так, это размер сороковой или восьмой американский. И вот эти были десятые. Мне как-то кажется, что мне десятые получше будут. Стоили тоже 100 долларов. Сейчас 70. Это 100% лен. И они очень такие приятный цвет. Симпатичные брюки. Ну, что, девушки, заключение мое. Ну, после совершенно никакого я не клой. Совершенно какого-то пустого, невразумительного массе на дути. Я вам почувствую, что, в принципе, здесь есть довольно неплохие вещи. Хотя бы было, чтобы примерять. Было еще много чего. Просто я уже не могу все вынести в примерочную. Может, я приду еще сюда еще раз через какое-то время, когда немножко сейл будет побольше, цены спустятся. И хотя вот в мангу они сильно так и не спускаются. Мне здесь нравится, что здесь хорошие такие большие, просторные примерочные. Здесь нету смертоубийства людей, нету очереди в примерочной. И единственное, что музыка вот эта дурацкая, вообще ужас ужасная. Громыхает и гремит, которая невозможно вообще перекричать. Перезаписывать, переозвучивать видео, потому что Ютуб не пропускает. Что еще хотела я сказать? Ну, в общем, все. Это я к чему все говорю? Я к тому говорю, что когда люди говорят, ой, я пришла в Манды несколько раз, там ничего нет. Ой, я пришла в Зару, такое барахло. В Эчинем такое барахло. Один раз пришла, я такой барахло. Магазины вот эти вот масс-марки. Как попадешь? Вот иногда приходишь, вообще не на что смотреть. Иногда приходишь, в общем, есть достойные, хорошие вещи за хорошие цены. Так что покупайте онлайн. На веб-сайте есть все и всегда намного больше, чем в магазине. Просто примерки показать я вам не могу с веб-сайта, поэтому я ввожу в магазин. Все, девушки, люблю, целую, с вами Владида. Всем привет из Канады. Пока-пока, Марина.